Ежегодно в конце мая в городском парке можно встретить сильных и мужественных мужчин в зелёных фуражках с наградами на груди. Это пограничники. 28 мая – это их праздник. Праздник самоотверженных и преданных родине людей, день и ночь стерегущих государственную границу России. Защита рубежей Отечества всегда была делом смелых и сильных духом людей, готовыми первыми принять на себя удар врага и порой ценой собственной жизни выполнить служебный долг. Массовый героизм пограничников в годы Великой Отечественной войны, их храбрость и самоотверженность, воинское мастерство по праву снискали признательность народа. Навечно останется в наших сердцах и память о тех героях, кто отдал жизнь в мирные дни, защищая рубежи страны. Сегодня российские пограничники, верные традициям предшествующих поколений, с честью и достоинством на высоком профессиональном уровне решают сложные задачи охраны и защиты государственной границы. Обеспечивают безопасность российских заграничных учреждений, государственный контроль в сфере охраны морских биологических ресурсов. Особая признательность вашим женам, родителям и близким, разделяющим выпавшие на вашу долю тяготы и лишения военной службы. Самые теплые слова благодарности ветеранам, писавшим немало ярких страниц пограничную деятельность, отдавшим много сил ратному труду и передавшим молодым сотрудникам свой бесценный опыт. Надо дать должное, что мы с вами сейчас слушаем соловьев, смотрим на природу, а большая часть регионов пограничных заставов занимается своим непосредственным долгом, исполняет свои обязанности в полях, где жарко, где пыльно, где опасно. Хотелось бы пожелать им, чтобы у них было побольше свободных дней, чтобы они свои семьи встречали как можно чаще, и дети радовались своим отцам каждый день. И не задавали вопросу, папа, когда ты придешь и живешь ли ты с нами, зная, какие прецеденты есть. Хочу пожелать вам здоровья, удачи, успехов, чтобы у нас было не только мирно, но и очень спокойно, чтобы было время послушать птиц и посмотреть, как красиво все-таки у нас в Донском крае. В этот праздничный день наиболее отличившимся пограничникам принято вручать награды и благодарности. И этот день не стал исключением. Благодарность мэра города нашла своих достойных обладателей. Самые дорогие и искренние поздравления всегда звучат из детских уст, а тем более из тех, кто не понаслышке знает о нелегкой службе пограничников, их детей. Ваш труд отважный и совсем нелегкий. Границу охраняете вы четко, не пропуская к нам врагов опасных, даря покой и в то же время счастье. Так пусть у вас все будет хорошо, как в самом лучшем искреннем кино. В семейной жизни света и добра светила счастьем ваше, чтоб душа. Поздравить пограничников пришли представители общественности и духовенства. 99 лет вы охраняете наши рубежи. Мы спокойно спим, отдыхаем, веселимся. Вы в это время и в зной, и в холод находились на посту. Поэтому разрешите мне, от Совета ветерана города Новошахтинска, поздравить вас, пожелать здоровья, счастья. От всего сердца хотелось бы, чтобы вы старались вспомнить слова Священного Писания, которые сказал Иоанн Креститель к воинам. Когда они пришли к нему и говорят, что нам делать, чтобы спастись. Иоанн Креститель говорит, довольствуйтесь своим жалованием, никого не обижайте и ни на кого не клевещите. Я думаю, это актуальные слова Священного Писания и в сей день. Дай Господь Бог, чтобы все у вас спорилось и ладилось. Как говорит патриарх Павел Сербский, что когда мы жертвуем своей жизнью ради другого, не в прямом смысле, а свое время, свой талант, свой ум, свою совесть, даруем кому-то в помощь, то мы не скушаем свою жизнь и не сокращаем ее. Мы, наоборот, расширяем границы своей жизни. Служба на границе всегда связана с повышенной ответственностью и риском. Пограничников, погибших при исполнении служебного долга и не доживших до этого дня, почтили минутой молчания. В память о них возложили цветы к братской могиле. Собор родных и близких заслоняяя... ... ...